Северная Корея снова провела испытания оружия. Это произошло второй раз за три дня. Две баллистические ракеты малой дальности запустили с интервалом в 10 минут из столичного региона в сторону восточного побережья страны. Они пролетели 360 километров, достигнув максимальной высоты в 30 километров, и упали в Японское море. Запуска судило Министерство обороны Японии. «Северная Корея и так совсем недавно запустила баллистическую ракету. Это произошло 25 сентября. Действия Пхеньяна, включая запуски ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, всего региона и международного сообщества в целом». Вскоре после испытания в Южную Корею с официальным визитом прибыла вице-президент США Камала Харрис. Перед этим она посетила военную базу в Японии. Теперь планирует встретиться с южнокорейским президентом Юн Сок Йолем и посетить демилитаризованную зону. Харрис осудила недавние запуски ракеты, назвала испытания частью «незаконной программы вооружений, которая угрожает региональной стабильности и нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН». На фоне участившихся запусков ракет Южная Корея усилила наблюдение за соседом, а также сохраняет боевую готовность и тесно сотрудничает с вооружёнными силами США. Сейчас в Жёлтом море проходят совместные военные учения Южной Кореи и Соединённых Штатов. В них участвуют американские корабли, включая авианосец, эсминец и ракетный крейсер. Также прибыла американская атомная подводная лодка.